Доброе утро! Как и любая другая часть тела, слизистая оболочка носа может воспаляться, и такое состояние называют ренитом. Ну а в простонароте насморк, а более подробно расскажем сегодня в нашей программе. Про ренит нам сегодня расскажет врач-отоларинголог Дерипаскин Алексей. Доброе утро! Доброе утро! Говорят, что нос забит соплями, и это одна из главных причин насморка. Расскажите о других причинах, когда появляется ренит. Причины насморка разнообразные. Если мы говорим об остром рените, то, конечно, это в 95% случаев вирусная инфекция. Может быть, конечно, при неблагоприятном стечении обстоятельств, выраженном снижении иммунитета или дополнительно сопутствующих заболеваний, может первично, там, уже даже на вторые-третие сутки развиться и гнойное осложнение от банального насморка. Прочитала в интернете, что ренит еще может появляться из-за аллергии. Это так? Аллергический ренит, то есть повышенная чувствительность организма к сенсибилизирующим факторам, которые попадают на слизистую носа, может усугублять проявление острого ренита или проявление хронического, там, реносинусита, и иногда вот выполнять роль такого хронического фактора, то есть фактора, способствующего хронизации инфекции в полости носа. Мы разобрали с вами основные причины насморка, но я прочитала в интернете, что еще может быть. Изменение погоды, стресс, какие-то эндокринные нарушения. Это так или нет? Совершенно верно, но слизистая оболочка носа – это вот наш естественный такой кондиционер, который выполняет важную функцию для дыхательной системы человека, и она, конечно, как живая ткань, может реагировать как на изменение эмоционального температурного фактора, так и на бактериальные вирусные факторы, аллергические факторы, и сопровождается отеком слизистой, затруднением дыхания, то есть вот причина проявления этой болезни, острого ринита или хронического ринита, всегда сопровождается насморком, затруднением дыхания и различными выделениями по носоглотке или даже в преддверии носа. Еще причиной воспаления слизистой оболочки полости носа могут являться, конечно, и вот сопутствующие заболевания человека, изменения, но сосудистые изменения при атеросклерозе вызывают также отек, хронический отек, затруднение носового дыхания, аутоиммунные заболевания могут приводить к нам прием препаратов. Препараты гипотензивное давление могут вызывать тоже хронический насморк, отек слизистый. Еще одна причина, почему появляется ринита, некоторые утверждают, что это сосудослуживающие капли, злоупотребление ими. Вот чем они опасны? Сосудослуживающие препараты, воздействие на рецепторы полости носа, на рецепторы сосудов полости носа вызывают сокращение сосудов и носовые раковины уменьшаются в размере, то есть вот там кровь отходит от носовых раков, грубо говоря, и человек чувствует улучшение носового дыхания. Но для продолжения носового дыхания требуется очередное введение той же самой порции лекарств. Система нашей биологической регуляции тонуса сосудов носа устроена так, что нам нужен постоянный уровень препаратов, которые вырабатываются в надпочечниках и тем самым дорегулируют тонус сосудов носа. При внешнем применении, при поступлении извне вот этих препаратов, наша система отключается, и человек перестает дышать уже без капель. Ему они нужны в ежедневном режиме и длительное время. Формируется так называемый медикаментозный ренит. Сморкание способствует быстрому выздоровлению или нет? Сморкание способствует быстрому выздоровлению. Удаляя слизистый секрет, мы освобождаем носовой ход, удаляем продукты воспаления и, конечно, способствуем улучшению носового дыхания, нормализации слизистой, но одного сморкания недостаточно. Иногда, более того, это трудно осуществить у людей с искривленной перегородкой носа, имеющейся какой-то хронической патологии носа, просто вот так вот высморкаться не всегда удается. Особенно, если вот еще речь идет о ребенке, он не в состоянии удалить полноценный секрет полости носа, он его глотает и может способствовать переходу инфекции на межлежащие отделы глотки, бронхи, кашель возникает, поэтому одного сморкания недостаточно. Надо правильно сморкаться, правильно сморкаться, конечно, удалять секрет поочередно из каждой половины носа отдельно, прикрывать одну полость носа, потом другую. Эту процедуру лучше даже совмещать с промыванием носа, тогда мы добьемся, конечно, более эффективного оздоровительного такого мероприятия и очищения полости носа, пазух носа от слизистого секрета. Ну, наверное, не всегда сморкание может привести к хорошему улучшению. Наверное, нужно какие-то другие способы лечения. Расскажите о них. Насморк – это заболевание, которое, в общем-то, протекает по своим законам. И продолжительность заболевания тут в большей степени зависит от состояния человека, от состояния ткани, от сопутствующей патологии, от состояния полости носа. Много факторов влияют на скорость выздоровления. Если у человека, допустим, есть аллергические заболевания, то острый ренит, там вирусный, он будет протекать довольно длительно. И здесь требуется весь комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния человека. Это противовоспалительное лечение, при осложнениях применять антибактериальную терапию и антигистаминные препараты для того, чтобы держать под контролем аллергические реакции. Эффективны ли такие способы, как подышать над картошкой, лук, чеснок? Что вы скажете? Из народных методов лечения, конечно, наиболее эффективный способ лечения – это просто высморкаться и все. Не использовать для этого пищевые продукты, препараты, раздражающие слизистую. Это может только усугубить самочувствие человека и не привести его к желаемому лечебному эффекту. Когда нужно незамедлительно обратиться к врачу? Если вы болеете в течение, ну, более трех суток, у вас наблюдается высокая температура, головные боли – это необходимо, конечно, необходимо. Это сигнал для того, чтобы немедленно обратиться к врачу. А как же помочь себе, когда вот мы испытываем насморк? На протяжении трех дней, да, можно использовать, но при выраженной заложенности носа можно использовать кратковременно сосудосуживающие капли, удалять слизистый секрет из носа, вот, ну и применять там симптоматическую терапию, жаропонижающую, обезболивающую средство. Огромное вам спасибо! Будьте здоровы! Сегодня мы поговорили про хронический ринит и узнали, как его лечить. Если у вас насморк в течение трех дней, то незамедлительно обратитесь к врачу. А также берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова